Эти картины создали дети из Сирии. В них они отразили взаимодействие двух народов. Это мы спасли их родину от тотального разрушения. Именно нам мальчишки и девчонки посылают благодарные образы. Как отметил председатель конкурсного жюри, дети всего мира говорят на одном языке. В работах сирийских детей прослеживается их желание увидеть мир и счастье на родной земле. Всего в конкурсе рисунка «Россия и Сирия глазами сирийских детей» участвовал 61 ребенок. Среди них есть 6 победителей. На каждое из призовых мест по 2 человека. Еще 4 ребят ждут поощрительные подарки. Сейчас вот эта выставка сирийская у нас будет в конце года показана в Рязани в нескольких точках. Она будет у нас представлена и в Рязанской областном доме, и в общественной палате Рязанской области. И потом уже весной 2022 года эти работы полетят обратно в Сирию, где будут представлены нашим уже российским военнослужащим на базе Хмеймим в провинции Латакия. Работы сирийских ребят попали в Россию с помощью наших военных летчиков. В конце октября Владимиру Янаке предстоит командировка на сирийскую землю. Там он передаст подарки не только участникам конкурса, но и тем детям, кто только начал изучать русский язык. Мы с большой любовью отобрали детские книги, причем отобрали самые любимые нами самими книги наших самых известных и самых любимых авторов. Успенский, Захадер, Густовский. То есть все то, что мы сами очень любим, Кушкин, конечно, все то, что мы сами любим, ценим и что сами читаем нашим детям. Особое внимание должно привлечь издание, выпущенное Рязанской областной библиотекой совместно с Библиотекой иностранной литературы имени Рудомино. Книга нашего Сергея Есенина, Анны Снегина, выпущенная на 11 языках. Художник-живописец Владимир Янаки сотрудничает с Министерством обороны России с 2017 года. За это время он провел в Сирии три масштабные персональные выставки, а в прошлом году Владимир привлек к выставке детей из Рязанской школы-интерната «Вера». Их работы, распечатанные на пластике, были выставлены на российской авиабазе «Хмеймим». Эта выставка, в отличие от выставок персональных моего творчества, живописных произведений, была даже чем-то более интересна для военных, потому что многие вспоминали свои семьи, свой дом, родину. И для многих военнослужащих это была возможность, хорошая возможность, как бы на некоторое время побывать на родине, отвлечься от несения тяжелой службы за пределами Отечества. То есть так вот многие с душой к этому подошли, и был очень, конечно, сильный отклик такой вот военнослужащих. Многие посетили, многим эта выставка понравилась. Художник-живописец отметил, что командировки в Сирию производят на него большое впечатление. В своих работах теперь он отражает не только колорит арабской страны, но и саму тематику конфликта, пропущенную через призму личной философии. Для него важны сюжетные работы. Большие разрушения, масштабные архитектуры городов, поселков, разных населенных пунктов. То есть там многие населенные пункты вообще просто стерты с отца земли. И люди продолжают жить, сирийцы продолжают жить в этих вот, в этих руинах разминированных, многие даже и не разминированы. То есть вот эти разрушенные дома. И часто, например, в Алеппо там одна сторона улицы не тронута, а другая сторона улицы полностью взорвана. И в этих вот руинах там и люди живут, например, там на третьем, на четвертом этаже в разрушенном доме. Там видно белье висит, сохнет. А в небольших таких городках, вот в поселках люди просто спят на земле, на циновках и готовят себе. В этих вот руинах на кострах есть. Сейчас автор в процессе создания большой серии картин под общим названием «На сирийской земле». Это около 40 полутораметровых холстов, которые сначала будут выставлены в Рязани, а затем в Москве. Владимир Янакий из семьи военных. И, видимо, генетика играет в его творчестве немаловажную роль. Своими работами он хочет и дальше приносить пользу дружественной нам стране. И верит, что мир на сирийскую землю с нашей помощью придет окончательно. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».